Мне будет 20 апреля 79 лет. Потрясающе. Одинокие мужчины живут меньше, чем те мужчины, которые состоят в браке. А для женщин обратная зависимость. Это притупление всех желаний. Притупление, не исчезновение. А что вы думаете о криокамерах? В наших генах постепенно с возрастом накапливаются мутации. Мне сейчас очень нравится. Я люблю заниматься сексом, всю жизнь очень люблю. Ну разве так я любил, как сейчас? Насколько тесно связано появление седины с генетикой? Очень хороший вопрос. В моей семье все мужчины рано лет с 30 быстро седеют. К тому, что к 10-12 годам человек может, извините, умереть от старости. И вот она говорит, я редко вижу в 45-50 лет у мужиков такие анализы, как у вас. Чем вы объясняете, что среди японцев и среди итальянцев очень много долгожителей? Вы будете точно так же чудить, но помедленнее. Генотек. Просто такая генетика. Здравствуйте. Меня зовут Елена Ханга. Это проект «Просто такая генетика». Подписывайтесь на нас. Впереди очень много интересного. Старение – сложный процесс, в котором задействованы различные биологические механизмы, в том числе генетические факторы. За процесс старения отвечают теломеры – концевые участки хромосом, которые имеются у человека с самого рождения. Их длина зависит от наследственности. В течение жизни они укорачиваются и с каждым годом все меньше генерируют и обновляют состоящие в них клетки. Именно от этого зависит продолжительность жизни. В настоящее время ученые со всего мира пытаются найти способ, замедляющий или полностью исключающий старение, в том числе с помощью генотерапии. Эксперты отмечают, что мир находится на пороге беспрецедентного повышения качества и продолжительности жизни человека. Хотя генетика может оказывать значительное влияние на старение, некоторые факторы образа жизни, такие как диета, отсутствие вредных привычек, внешняя среда и физические упражнения, также важны для определения продолжительности жизни и здоровья человека. Можно ли замедлить старение? И как влияет генетика на старение? Можно ли при помощи лекарств оставаться молодым? И есть ли разница старения мужчин и женщин? Существует ли ген? Ген долгожителя? Эти и другие вопросы мы обсудим в программе «Просто такая генетика». У нас в гостях актер, заслуженный артист России, телеведущий Владимир Долинский и кандидат медицинских наук, врач-генетик, медико-генетического центра «Генотек» Елена Окунева. Елена, Владимир, спасибо, что согласились поговорить на такую важную тему, важную для всех, потому что, как говорится, все там будем. И возраст дожития, как у нас это называется, да, когда ты получаешь пенсию, тебе говорят, возраст дожития у вас такой-то. Изменился, потому что мы помним еще, по-моему, даже у Акунина. На встречу вышла аккуратная старушка лет 40. Сейчас у нас, по-моему, какой возраст дожития считается? Старость, когда начинается? Да, это, кстати, любимая тема нашего пенсионного фонда. Но вы правы, Елена, действительно, у нас изменили сейчас вот эти вот градации возрастов. То есть сейчас до 59 лет человек считается еще просто зрелым. И ранняя старость у нас начинается всего-навсего в 60 лет. То есть 60 до 74 – это ранняя старость. От 74, наверное, до 89 – это средняя. А, это средняя, с нами, до 89? Да, до 89 лет. И начиная с 90 лет, это уже, как говорится, глубокая старость или возраст долгожителей. Так что я думаю, сейчас обрадую многих наших зрителей, что они еще... Мы еще ого-го! Да, они еще и ого-го! Но, понимаете, сейчас различают еще к тому же такое понятие, как календарный возраст и биологический. Да, календарный возраст – это то, что я говорила, и то, что записано на нашем паспорте. А биологический возраст – это вот сохранность ресурсов нашего организма. Да, то есть наши физические и наши интеллектуальные способности, они, конечно, у всех людей, в общем-то, достаточно значимо отличаются. По-разному. Да, и так, как вы сказали, это возраст дожития – это тот возраст, от которого мы начинаем получать плюшки от нашего пенсионного фонда, то бишь пенсию, и до того момента, когда мы там естественным образом прекращаем свою пенсию получать. Это возраст дожития. Владимир, а как вы сейчас… О чем мы сейчас говорили? Во-первых, я в связи с возрастом плохо слышу. Это раз. Во-вторых, я не очень понимаю, о чем вы говорите. Где я, кто я? Я шучу. Хорошо. Владимир, у меня такой вопрос. Я не хочу говорить возраст дожития, я так говорю. Мы уже с вами идем с ярмарки. Ну, вы вообще хорошо сказали, все там будем. Поэтому мне уже это понравилось. Поскольку я понимаю, что я не один там буду. Да, хорошая компания будет. С ярмарки. Вы когда почувствовали, что пошли с ярмарки? В каком возрасте? Бог его знает. Я не могу сказать. У меня нет ощущения, что я уже с ярмаркой. Мне кажется, я сейчас как раз на ярмарке. Правда? Ну, у меня такая веселая, интересная жизнь. У меня родился внук. У меня я принимаю большое участие в семье своей дочери, моего любимого зятя. У меня я много работаю. У меня расписаны, ну, во всяком случае, из 30 дней у меня, ну, 20 дней у меня расписаны. Из них, может быть, 2-3 дня у меня расписаны. На поход к врачу, сдачу какого-то анализа. Давай, я занимаюсь. Нет, ну, вы говорите про свою творческую молодость, а вот физически. Да и физически, ну, физически мне, понимаете, я не почувствовал вот этого перехода, когда я встал, ну, да, ну, да, немножко побаливают. А можно спросить, или это бестактно, сколько вам лет? Мне? Да. Сейчас я вам скажу. Ну, вы же все равно себе прогумели. Я считаю плохо. Мне будет 20 апреля 79 лет. Потрясающе. Вот такая насыщенная жизнь. Да, у меня действительно насыщенная жизнь. И ничего не болит? Нет, ну, как не болит? То одно болит, то другое болит. То у меня вот хрусталики в глазу поменяли, то у меня была липомочка здесь вырезали. Такая вот, ну, вот чего-то такого серьезного, вот чтобы, знаете, сказать, он там... Ну, вот смотри, я могу сказать по себе. Я где-то года три-четыре назад заметила, что, чтобы мне повернуться назад, если меня кто-то окликнул, мне надо это сделать всем телом. То есть не просто вот голову повернуть, а как Фантомас, помните, мы смотрели детский фильм Фантомаса, он да, о-о-о-о, и поворачивался всем телом. Так страшно было, я поняла, что вот это начало конца, когда твое тело уже... Мне иногда кажутся какие-то вещи, ну, вот все, оно пришло, и это не уйдет. Так у меня было и шеи тоже. Я вдруг обернулся в машине, и я почувствовал, заклинило, понимаете, и мне пришлось вот так вот, вот так вот, всем телом подняться туда, посмотреть, не задавлю ли кого-нибудь. Ну, вы знаете, прошел день, два-три, я никого не задавил, и очередной раз я повернулся, и смотрю, пошла она, пошла она. Слушайте, я слышала, что вы на шпагат даже садитесь. Да, я на шпагат до сих пор сажусь. Если бы я знал, я бы надел бы тренировочные штаны, мне уже вставать со шпагата тяжелее стало. Все, я вас ненавижу. Да я вас тоже не очень люблю. Да очень-то люблю. Да вы тоже молодо выглядите, задорно. Так, Лен, скажите, вот старость и какие ее основные признаки? Ну, вы знаете, признаки старости мы, условно говоря, можем разделить на внешние признаки старения, которые всем там известны, когда кожа уже не выглядит такой блестящей, не блестящей в смысле, а так сказать, живой и здоровой, как в молодости, там морщинки. У некоторых людей начинается вот утрата пигмента волосами, то есть поседение, да. Иногда, может быть, там и фигура уже теряет свои такие вот молодые очертания, это внешние признаки. Ну, с этим как-то можно, может быть, с этим можно примириться. Но существуют и, ну, как бы сказать, биологические аспекты, которые приводят к тому, что наш организм уже, к сожалению, так не функционирует, как раньше. В первую очередь, я думаю, все знают, это состояние, наверное, сосудов, и вторую, это вот уже состояние сердца, да, то есть изменение стенки сосудов, которые приводят к тому, что сужаются просветы, ухудшается кровоснабжение тканей, и, соответственно, они уже не могут так хорошо работать, как раньше, это первый момент. К сожалению, к возрастным таким заболеваниям относятся еще и вот инсулин, независимый сахарный диабет второго типа, да, который, к сожалению, с возрастом у многих людей появляется, а это и нарушение, опять-таки, обменных процессов, это, может быть, образование токсичных веществ, которые содержатся в крови, и не очень хорошо опять являются на состоянии тканей. Вот, безусловно, это, как мы здесь уже обсуждали, это состояние костной системы, да, то есть когда развиваются остеоартрозы, у женщин особенно возникают остеопорозы, которые могут сопровождаться и болями, и тому, что могут быть при малейших травах возникать переломы, да, и одним из проявлений старения, к сожалению, является более часто возникновение онкологических заболеваний, которые связаны с тем, что вот наша иммунная система, которая должна исправлять некоторые поломки, она уже с этим, в связи с тем, с той или иной причиной, она с этим уже не справляется, да, и помимо внешних признаков, как вот Владимир уже говорил, здесь немножко болит, здесь немножко колит, вот я не могу уже так быстро бегать, я не могу так высоко прыгать, да, вот это так проявляется. Если эти процессы идут медленно, мы уже как-то к ним адаптируемся, мы к ним привыкаем, и мы их особо не замечаем. Да, я с этим могу жить, понимаешь, что я с этим могу жить, я могу радоваться жизни, я могу активно работать, да, как я видела такую, так сказать, шутливую рекламу, да, говорит, с возрастом, вы начнете, вы будете точно так же чудить, но помедленнее. Наверное, это вот к Владимиру как раз относится фраза. Вот, простите, вот я можно к этому, вот точно вы будете так же чудить, но помедленнее, вот чтобы я сказал, что для меня является признаком, ну, будем, старение, чего говорить, старение, это, я так вот сформулировал, это притупление всех желаний, притупление, не исчезновение, я обожал шашлык, притупление шашлык, у меня вот этот шампурал, я и сейчас люблю жареное мясо, да, но я уже это жестковато, что же, ну, по-моему, не так. Между зубов застревать ничего не может? Как я любил, как я в 18 лет, когда меня папа не позволял быть, и я через окно в тапках на босу ногу шел, пол Москвы, в другой конец города для того, чтобы в подъезде пообниматься с девочкой, с любимой, я рисковал все, но эти минуты, я сейчас с удовольствием иду к женщине, мне сейчас очень нравится, я люблю заниматься сексом, всю жизнь очень люблю, ну, разве так я любил, как сейчас, я говорю тогда, а сейчас, если бы даже очень женщина предложила бы мне секс, не при жене будь сказано, я бы подумал, хорошо, наверное, надо, ой-ой-ой-ой-ой, у меня же завтра съемка в 7 утра, ой-ой-ой, может быть, перенестись неудобно обижать, лучше я не поеду, просто я потеряюсь, я сейчас скажу, что уехала из Москвы, понимаете, а может быть, такой, ух, как хорошо, заеду на полчасика, вы понимаете, это не уход, это притупление всех желаний, то же самое и к вопросу выпить, я никогда не мог пить на сытой желудок, до сих пор я не могу глотка вина или водки выпить, когда я сыт, поэтому, когда приходил в ресторан, я давал рубль, рубль официанту, чтобы меня не сочли алкоголики, меня просил у него, ты когда будешь наливать воду всем, ты мне водки, фужер, налей, а потом мне, наоборот, можешь не наливать, я выпивал 200 кг, вовка давно не пил, они же все, пьют ужасно, я был веселый, я вел стол, я был чередой, не, водки не надо, спасибо, я не хочу, я не пью, да, назови, я не пью, я практически не пью, ну ты как будто поддал, ну, нормально, а сейчас? Соточку за обедом с удовольствием, у меня есть такая 100-граммовая рюмочка серебряная, я ее в три приема, с закусочкой вот так вот, да, а потом уже, нет, 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 неинтересно, нет, вот я говорю, это притупление всех желаний, они есть, да, но они уже не настолько острые, они настолько острые, они такие, они, еда не такая вкусная, и трава не такая зеленая, к нашей беседе присоединяются наши подписчики, они присылают свои вопросы через соцсети, вот, например, Мария, возраст 53 года, правильно я понимаю, что старение это системный процесс, или стареет параллельно с разной скоростью все системы организма, не самостоятельно, а под влиянием определенных генов, как это происходит на самом деле, и как связано старение с мужским и женским климаксом, чем объяснить внешнее отсутствие старения у отдельных людей, можно ли как-то повлиять на старение, ничего себе. Это не вопрос, это эссе, я бы так сказала. Да, во-первых, это девочка, еще в тазик писать, понимаете, 53 года, что это такое, да, я понимаю, чем она интересует, приезжай ко мне завтра, девочка, я тебе расскажу про старение, как можно приостановить это. Ну, частично, да, вопрос абсолютно правильный, потому что, а что такое, понимаете, вот я рассказывала, там, биологическое старение, так сказать, на макроуровне, или там, а паспортное старение, но есть старение, понятие старения, это вот, может быть, на клеточном уровне, да, потому что, ну, я такая генетик, я буду в первую очередь говорить как генетик, потому что в наших генах постепенно с возрастом накапливаются мутации. Это не те мутации, которые мы получили там от папы с мамой, это вот так называемые соматические мутации, которые там действуют там в силу биологических закономерностей или факторов внешней среды, и, соответственно, они не приводят к возникновению обычно наследственных заболеваний, да, но они приводят к тому, что те белки или те другие биохимические вещества, которые образуются в нашем организме, они не совсем такие, как были раньше, они отличаются, и поэтому там и клетки начинают хуже функционировать, да, они начинают там хуже делиться, и вот постепенно-постепенно-постепенно совершенно вот это вот является процессом такого биологического старения. Вопрос задан правильно вот в нашей теме, потому что, конечно, разные органы и системы нашего организма, они стареют с разной скоростью, да, что-то у нас там сердце может быть уже там совсем молодое, а мозг, к сожалению, уже, да, начинает передавать какие-то... Почему вы все время про меня говорите? А я на Елену смотрю в гос. Владимир, я говорю, я, честно говоря, восхищаюсь вашей вообще-то, я не знаю вашей... Да, у меня мозг не важно работать, но сердце, пламенный мотор. Пламенный мотор как раз к вам... А правда ли, что сложно, что характер портится? Капризные люди становятся. Вы знаете, я бы не сказала, что характер портится, да, потому что, понимаете, если он был хороший характер, он у нас останется хорошим. Другое дело, что, понимаете, когда человек молодой, он может, может быть, лучше контролировать там свои какие-то эмоции, да, он больше, да, старается приспособиться к жизни в социуме, и поэтому свои, так сказать, ну, не то чтобы негативные, это сложный вопрос. Контролирует себя. Контролирует себя. А с возрастом, естественно, как бы сказать, какие-то наши когнитивные, интеллектуальные способности тоже, знаете, снижаются, от этого никуда не денешься. И, соответственно... Сейчас я хочу, чтобы про мою жену говорить, сейчас... У вас очень милая супруга, не надо так говорить. Вот, и, соответственно, человек, у него хуже получается себя контролировать, и то, что в нем было негативно, к сожалению, это выползает наружу, да, от этого никуда не денешься. То есть это первое, что касается характера. Ну, и с другой стороны, может быть, это частично правильно, потому что свойств правильно. Здесь болит, здесь колет. Это тоже, как бы, ну, человек может невротизировать, я бы сказала, да. Невротизировать. Невротизировать. Невротизировать, да. И это может в том числе и будет проявляться в виде там обружания, недовольства и тому подобное. Это вот мы начали говорить, жена, вот такая милая жена. Вас очень милая супруга. Да, она действительно ничем. Ну, мы недавно живем, 36 лет. Ох! 36 лет, да. Она у меня четвертая. Да ладно? По паспорту пятая, но одна была фиктивна. Четыре натуральные. У меня было, в общем, так, пять трехлеток, а одна 36-летка. Выходок такой. Да, по три года, да. И все хорошие были. Мама их очень любила, покойно. Вот, я просто вспомнил, мне очень нравится это, когда спрашивают, скажите, пожалуйста, вот вы 55 лет живете в своей супруге. Да. Скажите, пожалуйста, ну, неужели за все эти годы вы так жили, что вам никогда не хотелось не развестись? Нет. Никак. Никак. Убить, да. Убить, да. Леночка, вот какие гены отвечают за старение? Да, такой вопрос интересный. Знаете, вот, конечно, был бы вот в идеале, если бы был бы у нас какой-нибудь один ген, который отвечал за наше старение. И этот ген мы могли бы тем или иным способом там включить, либо выключить, да, и выключить там нашу старость. Но на самом деле за старение, искренне старение отвечают даже не то, что несколько генов. Я бы сказала, несколько групп генов, да. То есть, первое, те гены, которые у нас регулируют там холестериновый обмен, как вы говорите, на таблине, вот допустим, атеросклерозы, сужение сосудов. Тем более у некоторых людей есть вот эти мутации в этих генах, которые приводят к тому, что резко нарушается обмен холестерина. И, допустим, вот эти атеросклеротические бляшки, которых мы все боимся, они могут появляться даже у очень маленьких детей. Да, я, к сожалению, таких детей не видела. Есть гены, которые отвечают за углеводный обмен, который провоцирует достаточно ранее возникновение сахарной диабеты, что опять влияет на стенки сосудов. Вот. Ну, это вот, так сказать, общие, так сказать, вот эти вот, так сказать, гены общего, которые отвечают за наше старение. А есть гены, это вот относится к генам, которые вызывают такие наследственные заболевания, которые приводят именно вот к общему старению всего организма. Да, это, наверное, такой очень яркий пример, о которых, может быть, и слышали, знаете, к примеру, такое заболевание, как прогерия. То, что преждевременно... Прогерия, преждевременное старение, это связано с мутациями, так называемыми, геноламина. Ну, геноламина обычно никто не знает, но прогерию знают. Когда именно реальные признаки старения всего организма, они могут появляться, но чуть ли не в годовалом возрасте, да? Да. И к тому, что, например, к 10-12 годам человек может, извините, умереть от старости. Это действительно так. То есть действительно выпадают волосы, там зубы, понимаете, истончается кожа, развивается ранний атеросклероз. Есть взрослая форма этого заболевания, синдром Вернера, я думаю, где-то лет, может быть, там 15-20 тому назад. Вот какой-то мужчина бедный с этим синдромом его там по всем передачам там таскали. Это очень тоже печально, когда вот эти вот признаки явного старения, именно физического старения, они тоже могут возникать достаточно рано, в 20-30 лет, и человек действительно рано умирает именно от старости. Есть ген, вот ген эластина, я тоже видела таких пациентов. Это связано с мутацией в этом гене, они приводят только к внешним признакам старения. Потому что эластин – это ген, который, вот работа которого, то есть белок, он работает белок, который нужен для молодости нашей кожи, то есть для поддержания ее каркаса, для вот предотвращения морщин. А при мутациях в этом гене эластин рано деградирует, и просто идут в внешний признак, как бы обвисшее лицо с морщинами. То есть выглядит это неэстетично, скажем так. Опять про меня заговорили. Да уж ладно, уж какие у вас морщины. Добивайте старика. Но при этом внутренних признаков, типа диабета, атеросклероза или снижения мышечной сил у таких пациентов нет. А можно какой-то тест сдать генетический, чтобы узнать, что у тебя есть предрасположенность к преждевременному старению? Ну, вы знаете, если вот то, что я говорила, такие чисто наследственные заболевания, тут это без теста можно увидеть, по внешним признакам. Что касается именно предрасположенности, допустим, к нарушению холестеринного обмена или предрасположенности к раннему возникновению диабета, что требует ранних профилактических морепириадий, да, можно стать генетические тесты, которые предлагают лаборатории, в том числе и наша лаборатория. В общем-то, достаточно давно этим занимается, достаточно эффективно. можно получить, вот, так сказать, заключение о том, что вам там в ближайшем будущем грозит и каким образом, вот, можно попытаться, во всем случае, можно получить рекомендации врача, как можно это... Притормозить. Да, абсолютно правильно. Притормозить. Вот, абсолютно правильно, что именно притормозить. Но, с одной стороны, все врачи, я, в том числе, всегда пропагандируем здоровый образ жизни, да, и будем это отрицать, но сами понимаете, что мы любим жить, вот, Владимир, красиво любим жить, да, а здоровый образ жизни не всегда это предполагает. И я считаю, для чего нужен этот тест, он человеку, вот, как сказать, не то, чтобы испугает его, но он наглядно покажет, что, да, 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 дорогой товарищ, знаете, жить красиво, это дело-то хорошее, да, но жить подольше и красиво, это намного лучше. Поэтому, может быть, ты немножко перестроишь свой образ жизни, может, немножко над собой подумаешь. Я считаю, что это, в общем-то, играет свою такую, может, психологическую роль, но это нужно сделать. Теперь вопрос от наших зрителей. Возраст Нины, это Нина, 39 лет. Какая-то пожилая баба-то. Насколько тесно связано появление седины с генетикой? Очень хороший вопрос. В моей семье все мужчины рано лет с 30 быстро сидеют. На семейных мероприятиях их легко отличить от остальных по белым волосам. У меня пока начинает проявляться седина, планирую отсрочить. Интересно, как? Возможно ли это или уже просто смириться? Да, хороший вопрос. На самом деле, действительно, возраст появления седины – это генетический фактор. И действительно, есть семьи, в которых именно практически все члены семьи, они достаточно рано сидеют. Это, к примеру, моя семья, да, и я в том числе. Вот у меня рано появилась седина, начиная где-то с 15 лет. Ой, да, да. У меня тетушка, я прошу прощения, тетушка, двоюродная тетушка такая была, Анна Семеновна Амборская. Она была солисткой Большого театра. В 16 лет она была как лунь седая. Как лунь, ей бы сейчас уже было, наверное, где-то 120. А у нее стресса никак не было? Никакого стресса. Нет, ну это вот такие вот. Вот никакого. Она была красивая, ума помрачена, с абсолютно в 16 лет седые волосы. Ну, у меня рано появилось. И в то же время у меня там есть родственники, они как-то немаи кровные родственники, которые там в 70 с лишним лет не имели ни одного седого волоса. Это генетический фактор, безусловно. Понимаете, существуют разные там способы, которые там народные и там ненародные, которые якобы могут замедлить появление седины. Но я лично знаю только один надежный способ. Да, это качественный краситель. Краситель. Да, качественный краситель. А вот интересно, бывает, мужчины голова вся там черная, а борода белая. А вы знаете что, вот посмотрите, вот посмотрите, у меня здесь. Значит, она белая. Да, а здесь, ну, нельзя сказать, чтобы они были и сине-черные, но они вот такие вот. С разной скоростью, понимаете, ведь тоже же мало кто там внезапно сидит. Все равно часть наших волос содержит пигмент, часть не содержит. Поэтому вот такая есть там бегость некоторая присутствует, и только вот там уже в зрелом возрасте практически все волосы не содержат пигменты. Точно так же волосы на разных частях там наших организмов, они могут терять пигмент с разной скоростью. Елена, а чем вы объясняете, что среди японцев и среди итальянцев очень много долгожителей? Ну, вы забыли еще наших этих... Абхазов. Кавказских долгожителей, да. Это вопрос, конечно, интересный, потому что если мы там, допустим, возьмем там образ жизни итальянцев, образ жизни там японцев, они, наверное, достаточно принципиально, в общем-то. Они разные. Они отличаются, да, они принципиально. Там едят с утра, на ночь глядя едят. Танцуют рантеллу вообще-то, да. Японцы там одну эту рыбу. Одну эту рыбу. Ну, вы знаете, возможно, да, в какой-то степени это связано с характером питания, да, потому что, ну, там, итальянцы придерживаются по большей части средиземноморской диеты. Я, например, тоже являюсь ее там поклонницей, когда есть возможность ее исследовать. А вот, а у японцев, у них тоже, в общем-то, нет, в общем-то, со скудостью природы, у них нет склонности там употреблять избыточное количество там жирных или там белковых продуктов. Они в основном, как мы говорим, морские эти водоросли, которые содержат достаточно большое количество биологически активных полезных веществ. То есть та же самая рыба, хотя, вы знаете, рыбу пропагандируют, мне сейчас кажется, мировой океан, как говорится, такая там таблица Менделеева содержится, что эта рыба, бог знает, что накапливает. Вот, и если задуматься над этим, ну, может быть, и к нашим кавказским долгожителям это относится, все-таки, может быть, такое, как бы, философское отношение к жизни способствует. Вот если итальянцы эмоциональны, но они такие, ну, немножко пофигисты, скажем, откровенно, как практически, наверное, все вот эти вот южные народности. У японцев пофигизма нет, но они, наоборот, они, знаете, нет, ну, они философски относятся к тем вещам, которым мы, может быть, там, из-за которых мы переживаем, да, ну, а в Кавказе, понятно, свежий воздух, да, овечий сыр. Вот, как приезжает корреспондент в горы к пастуху и говорит, добрый день, здравствуйте, мы приехали к вам, вот скажите, пожалуйста, вы дожили до таких лет, вот, смотрите, вот, скажите, вы что, не курите? А я не курю, я все время курю, я всю жизнь курю, я с 13 лет курить начал, а вы не пьете, ну, а я не пью, а каждый день 2-3 литра вина выпиваю, чашу пью, да, едите, да, и он, что попадет, мясо кушаю, не мясо кушаю, жирный кушаю, люблю. Я говорю, господи, боже мой, вы знаете, а вам, вам больше, больше 70 лет при вашем, не да, а какой 70 лет? И, наверное, к моему деду, мне 23 года. И, наверное, к моему деду. Ну, конечно, ну, вы-то, Владимир, расскажите, у вас диета есть? У меня, вы знаете что, мы в это пандемическое время свободно сидели с Наташей на даче, и нам одна наша соседка, которая очень серьезно занимается питанием, дала прекрасную диету. Такое это 4-5 разовое питание в день, там очень сбалансированное питание. Мы никогда, мы, в общем, всегда ограничивали себя. У нас нет, например, картошки нету, у нас нету, мы стараемся как можно меньше жареного, у нас проварочка, у нас отварные какие-то продукты. Мы много... Нет, ну, на самом деле, это очень, очень, нет, это очень разумный подход, между прочим, я вот только я, как зам. Если мы идем в ресторан, нас пригласили, то мы... Можем позволить, да. Ну, да, да, выходной день, да. Не фанатите от этого, да, не фанатите. Вот, и мы сели на это. Во-первых, я похудел, я похудел на 11 килограмм, а Наташа похудела на 6 или на 7. Это за год? Куда Наташа худеть, простите? Да, она вообще изящная очень женщина. Так вот она вот сейчас, вот она вот такая. Я тоже, я похудел, но я набрал килограмм. Вот мне даже, вот я сижу, вот мне немножко дискомфортно, я набрал 3 килограмма. Я вам слово даю, я через 2 недели... А вот эти вот 11, вы это за какой срок потеряли? Месяца 3, месяца 3. Нет, это нормально, можно очень быстро. Потом дальше идет уменьшение более медленное. Но если правильность балансированного питания, очень правильно говорит Владимир. Да, при том 2 недели вообще ничего я хотел бросить. И вдруг, как поплыл, 150 грамм в день минус, 300 грамм минус, 200 грамм минус. Да, но никакого, абсолютно. Единственное, что, поскольку было мало работы в это время, и мы сидели на даче, чтобы было время готовить, именно мы купили весы маленькие такие. Потом у меня скандинавская ходьба. Я все время хожу. Абсолютно правильно. Я подсел на это дело. Я подсел на свежем воздухе, там, по лесам. Я не могу сказать, что я безумно много. Но от 3 до 5 километров каждый день я прохожу. Это по времени сколько? По времени. По времени это где-то, ну, час, 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 час. Значит, скорее скорость человека 4 километра в час. Смотря в какой скоростью. Час 10, 50 минут. Вот так как себя чувствуешь. Притом это хорошо, я люблю это очень. Я повторяю тексты, что-то такое. Я, не знаю, мурлыкаю пение, я проверяю себя, не сбилось ли дыхание. Я начинаю стихичить. Нет, нормально. А вот немножечко сбилось, уменьши темп, уменьши. Тебе не 20 лет, тебе скоро 30. Вот, вот, вот. А-та. И что еще я? Я стараюсь, чтобы не обвисали эти. У меня резиночки и гантельки такие. Я не могу сказать, что я до седьмого пота. Ну, я раз в 50, по 53 раза в день, по 50 раз делаю такие штучки. Я тяну немножечко. Это поскольку я уже в спектакле делаю шпагаты. Это идет на такой обвал аплодисментов. Там, там, там это не специально так, а там смешно это сделано, в общем. А, и мне это жалко потерять, эту красочку. И я тянусь. Стараюсь растягивать. Я делаю стрельниковскую гимнастику дыхательную. Знаете, это, да, короткое дыхание. Я ее делаю раз, иногда два раза в день. Я стараюсь, ну, вот, все, у меня дома мы купили, жалко было деньги, ужасно. Но я подсел на это дело, я был в Калининграде на гастролях, и в гостинице стояло массажное кресло. Я посидел в нем, там, бесплатно. Я посидел в нем несколько часов, мне так понравилось. Я в нем заснул, потом я просыпался. Там все массируют, начиная от шеи и заканчивают. И я приехал, ну, я себя лучше в чем-то ограничил, и я купил себе с дисконтом, поскольку я свою фотографию дал там делать для этого магазина, я купил это кресло. И вы знаете, что говорят, надо там 10 дней, потом мы каждый день садимся, и полчасика, иногда 15 минут, иногда полчасика, иногда 40 минут, мы сидим в этом кресле, и так здорово в нем. Все-таки, вот это, собственно говоря, то, чем я занимаюсь. Ну, чем я хочу похвастаться? У меня в 67-й больнице, я там наблюдаюсь, у меня там замечательный врач, который следит за мной, который говорит, вы давно не были, уже скоро два месяца, подъезжайте, Владимир, сделайте анализ. И вот она говорит, вот, я редко вижу в 45-50 лет у мужиков такие анализы, как у вас. Вот немножко белочка перестала там, недоборчик возьмите. Владимир, чуть-чуть тормознитесь, у вас 5,9 сахарочек, немножко притормозите. Это вы еще каждые два месяца наблюдаетесь? Да, в общем, я делаю, а что я наблюдаю? Я делаю этот анализ. Ну да, достаточно несложное исследование. Это кровь, да? Да, кровь, притом такой обширный, там простатные дела, ну, как у любого в моем возрасте, я там, у меня кокос пью, поскольку аденомка есть все равно. Наталья возраст 67 лет. У матери 67 лет признаки деменции. Нарушение речи и восприятия. Не слышит собеседника, забыла многие слова. Подбирает вещи с помойки, ничем не интересуется, кроме дачи. Присутствует нездоровый аппетит и сексуальная активность. Интерес к мужчинам. Себя обслуживает, ходит в магазин, ездит в транспорте. Проблему не признает, не хочет слышать о враче. Сразу агрессия. Что посоветуете? Можно ли получить консультацию и помощь без ее присутствия? Не знаю, к кому обратиться. Спасибо. Ну, какое-то разноплановое... Ну, вопрос, может быть, там тоже не совсем, может быть, что называется, по адресу. Но сразу я просто как врач именно должна сказать, что, конечно, назначать какое-то лечение без присутствия пациента, особенно когда речь идет о каких-то когнитивных нарушениях, наверное, это неправильно. Во-первых, там может быть комплексная проблема, потому что такие нарушения поведения, они могут быть как обусловлены классическим синдромом Альцгеймера, который связан с нарушением биохимии клеток. Так это может быть связано именно с сосудистыми заболеваниями головного мозга. И надо правильно понять все-таки, может быть, пройти какие-то обследования, правильно понять, какое лечение назначить, какой дать прогноз там, будет ли, простите, это лечение эффективно, либо оно не будет эффективным. А вот эта вот странная сексуальная активность. Ну, это тоже мы частично... Вот я вам клянусь, вот все про меня, вещи с помойки. У нас в Испании есть небольшой домик. Я бы вышел из дома, когда мы переехали, прошел два... И на помойке, ну не на помойке, но такая... На улице, скажем так. Два кресла, плетенок. А у меня на балконе еще не было. Я взял оба эти креслица. Это возраст. Это нормальная здоровая психика. И принес домой, когда жена ахнула, ты что с помойки? Я говорю, да. Почему с помойки, с улицы? С улицы, ну зачем сразу с помойки? А почему я узнал, оказывается, туда выставляют, не продают они там. А просто выставляют, кому надо. Да, выставляют для тех, кому надо. И они у меня там несколько месяцев простояли, и прекрасно, пока мы там не повинялись. Понимаете, их там, я не знаю, положить, там сиди, ничего, замечательная идея. И вы главное, понимаете, это сохранение экологии. Да. Надо правильно все формулировать. Вот агрессия в возрасте 67 лет, сексуальная. Так, ну опять, это то, что мы уже частично говорили. Вы понимаете, я говорю, что с возрастом, когда есть когнитивное нарушение, что человек-то растормаживается, да, потому что, вы сами понимаете, женщины, особенно с возрастом, там, не принято, чтобы они проявляли... Интерес к мужчинам. Да, да, у нас это, так сказать, в нашей культуре это не очень приветствуется, я бы так это сформулировала. Вот скажите, это тоже в моей жизни. Она проявляет интерес не по возрасту. Скажите. А к вам или не к вам? Ко мне. Если к кому другому ради возраста. Я бы слово сказала. Да, и поэтому, собственно говоря, да, понимаете, и, может быть, там, у женщины есть этот интерес. Если бы там у нее было бы все нормально с интеллектом, она бы, так сказать, себе подавляла бы, к сожалению. А сейчас, в чем можно себе позволить? Она его не подавляет, и она проявляет то, что она думает в данный момент. Понимаете, если было бы только это, ну, как говорится, и ладно, да. А вот учитывая, что есть еще и другие особенности, конечно, ну, мы там здесь шутим, Нездоровый аппетит. Ну, конечно, понимаете, надо, в общем-то, как-то решить вопрос и показать ее специалисту. Здесь только одно у нее, вот что меня тревожит, нездоровый аппетит. Все остальное у меня устраивает. Здоровый аппетит смысле у меня хорошего. Вечер, помойка и сексуальная активность. Хорошо, а вот давайте еще очень интересный вопрос. Елена, возраст 92 года. Здесь еще Елена, да? Да, Елена. Моей бабушке 92 года. Последние три дня она разговаривает днем и ночью о прошлом и с виртуальными людьми. Не спит. Хотим определить ее в пансионат. Для этого нужно подтверждение врача о ее болезни. Давайте вопрос какой-то не совсем. Нет, я не понимаю. Если это единственное, что и случается... Если пансионат определить, да, если ты хочешь там в платный пансионат определить, то кто тебе может... Зачем тебе нужен диагноз, собственно говоря? Да, нужны деньги для этого. А если, так сказать, на государственное обеспечение, ну, спокойно, я думаю, тоже можно, если человек к ним не может, там, так сказать, ухаживать за своим пожилым родственником, там, на определенных условиях, это тоже обратно, наверное, к участковому просто терапевту, и там ей все подробно расслышать. Но то, что вот не спит, это что? Ну, знаете, действительно, там, мама женщины, конечно, в очень таком зрелом возрасте, деликатно говоря, и у пожилых людей бывает именно нарушение сна. То есть они там, если днем могут спать, а ночью... То есть они путают день и ночь. Да, к сожалению, такое бывает. Это, скорее всего, проявление возраста. У меня иногда бывает, я, по-моему, серьезно говорю, я в этом массажном кресле, и я вдруг, оно меня убаюкивает, и я... Ну, это не то, Владимир, согласитесь. Ну, это очень плохо. Так хорошо высыпаюсь, минут 15, у тебя всего вот так круто. Очень сексуально, да? Сексуально. А вот, Елена, скажите, и Владимир тоже, правда ли, что с возрастом качество секса не ухудшается, и вообще интерес к этому делу не уменьшается? Я вам скажу по секрету. Так. Передумал, говорите? Нет, я не передумал, я думал, как это... Правильно сформулировать. Как правильно сформулировать. Ну, говорите, как есть. Что у меня, по-моему, у меня секс сейчас с женой лучше, чем он был 30 лет тому назад. А как такое может быть? Тогда было чаще, а вот сейчас лучше. Да? Количество перешло в качество, да? Количество... Вот какая-то появилась... Вот, понимаете, в чем дело? Мне и до секса ее хочется, и во время секса, и то, чего раньше не было, после секса мне ее хочется. Это не то, что эрекция, а вот мне... Психологическая зрелость, я бы это назвала. Она мне становится еще дороже и ближе, чем это... По молодости это было... Зарядка. В другую сторону повернулся, хорошо было. Знаете, сейчас это немножко все по-другому. Как-то осмысленнее, серьезнее, глубже и волнительнее все это. Это только у Владимира или это у Владимира? Нет, нет, но это... Вы про себя тоже? Я не... Я, в отличие от вас, про себя рассказывать не буду, да? Как я-то рассказала. Так я прошу, тогда про меня вырежь, ты тоже все. Нет, 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 нет. Это мы четко оставим. Значит, что вот по поводу, Елена, вашего вопроса. Ну, конечно, вот эта вот либидо у мужчин и женщин, ну, зависит от гормональных факторов, да, и причем, как это может показаться парадоксальным, а женская либидо, она тоже обусловлена андрогенами, которые присутствуют в нашем организме, но в меньшем количестве. И, естественно, как я говорю, постепенно все функции нашего организма, в общем-то, ослабевают, в том числе и во многом уровень вырабатываемых гормонов. Поэтому может происходить вот естественное снижение количества этих гормонов. Но вот Владимир, между прочим, вот, может быть, так, несколько избыточно эмоционально, но правильно выразил вот эти вот закономерности, да, то есть количество этих гормонов, оно может не приводить к тому, что там человек там хочет 10 раз там за день, да, и там пойти еще друзьям похвастаться, что я могу. Вот. Гоги, Гоги, а что такое, я прошу брать, Гоги, а что такое этот Виагра, вот, Виагра, это ты понимаешь, что это такое, ты пьешь таблетку, да, и ты за ночь можешь там 3-4 раза женщины, а, как это, это такое успокоительное, да? Нет, все правильно, все правильно, да. Но на качество, безусловно, это не влияет, я здесь правильно скажу, что может быть, это будет реже, но учитывая, что нет, так сказать, безумства гормонов в мозгах, да, то есть организм может на более правильно, так сказать, реагировать. А какие вредные привычки заставляют наш организм стареть скорее? Вот эти, я не думаю, что я тут, в общем-то, открою вот что-то новое, вот, но в первую очередь, я хочу сказать одно, что это курение, потому что, да, вот этот вот никотин, который содержится вот в табачном дыме, ну, я как врач могу сказать, когда мы изучали фармакологию еще в институте, были там энхолиномитики, энхолиномитики, то есть, те лекарственные препараты, которые действуют аналогично никотину, и, к сожалению, вот эти вот никотиноподобные вещества, они вызывают сужение сосудов, спазм сосудов, да, особенно там, если мы в большом количестве курим, а спазм это, как это, расклероз, нарушение кровоснабжения, то есть, это ухудшает работу ткани нашего организма. Понимаете, что казаться алкоголя, ну, я считаю, что там в разумных. А что значит в разумных? Вот, знаете, для каждого человека это может быть, это определяется опытным путем, потому что существуют ферменты печеночные, которые метаболизируют алкоголь и теловый спирт в нашем организме в печени не находятся. У кого-то это происходит быстрее, у кого-то это происходит там медленнее, да, поэтому каждый там должен понять вот эту вот свою дозу, если он сумеет удержаться в пределах этой дозы, я лично, вот так сказать, ну, жизнь, она должна быть не просто длительной, но она должна быть как-то и, так сказать, радостной, я бы сказала. Вот, это во-первых, и вторых, ну, конечно, чтобы надо было все-таки качественные эти продукты, а не винопродукты, которые нам сейчас там продают под видом под видом алкоголя, да, я не знаю, как это даже назвать, вот, да, ну, все говорят, малоподвижный образ жизни, тоже все понятно, потому что, допустим, физическая активность, чем она хороша, там, помимо того, что там наши мышцы работают, она еще хороша тем, что это утилизирует вот глюкозу в нашей крови, то есть это во всем случае препятствует развитию сахарного диабета, а я считаю, что это очень важно, вот, и, так сказать, нарушение режима сна и бодрствования, да, ну, кому-то нужно меньше спать. что надо ложиться в 10 вечера? Нет, я так не считаю, я понимаю, что, понимаете, кому-то человеку реально 6 часов или 7 достаточно поспать, кому-то 10-12, у нас тоже организм разный, да, и вот, что актуально может быть именно там для нас, для жителей большого города, это экологические условия проживания, потому что мы дышим, извините, черт знает чем, если сейчас из Москвы вывели вот эти вот промышленные предприятия, которые реально там нам отравляли атмосферу, вот у нас увеличилось количество чего? Автомобилей, которые занимаются в общем-то тем же самым, да, существует, и с моей точки зрения, и вот Владимир, вот то, что он сказал, что он каждый там два месяца ходит посещать своего доктора, который активно, слава богу, его к себе приглашает, да, препятствует тому, чтобы он это манкировал вот этой своей обязанностью, и безусловно нужно в общем-то получать качественную медицинскую помощь, да, ну, может быть, в молодом возрасте это реже нужно, с возрастом это нужно все чаще и чаще, потому что возрастных заболеваний, как там гипертоническая болезнь, там, саварный диабет, там, мы этого все равно не избежим, все равно когда-то с нами будет, надо понимать, что чем раньше это выявит, начальное проявление, тем мы осмысленнее будем проводить профилактические мероприятия, и в некоторых ситуациях, может быть, получать какую-то именно медицинскую помощь, да, и, соответственно, это и отодвинет наступление нашей биологической старости, и, соответственно, повысит ее качество жизни, возраста дожития. В принципе, вот я хотел спросить, это действительно у нас с женой такое, не то, что спор, но, во всяком случае, она мне довольно часто говорит, ну, вот ты смотри, вот ты пришел, вот ты сейчас час ходил по этой дорожке, ну, ты посмотри, ты красный, у тебя потно, потно тебе, ну, ты смотри, ну, тебе скоро будет 80 лет, ну, ты представляешь, ты ходишь с этим, потом ты там принимаешь душ, там, полчаса отдыхаешь, и потом свое, за это, ну, смотри, сколько ты энергии, а сколько у тебя ее осталось-то, у тебя осталось... На меня. Да, нет, ну, сколько у тебя осталось для жизни вообще-то, ее надо беречь, а то, я говорю, Наташа, ну, я не могу, у меня задница болит, если я целый день вот сижу на диване, смотрю это, просто читаю это, я говорю, у меня это, ну, не знаю, мне кажется, перевернись на другой бочок, сиди так, по-другому, не отсиживай одно, и вот я не знаю, правда, с одной стороны, она вроде бы, понимаете, ну, бензин уходит, уходит бензин, и до заправки нету, с другой стороны, я не могу, я себя, я себя некомфортно чувствую, когда, просто у меня, я даже себя физически, может быть, и комфортно чувствую, когда я не занимаюсь, но я просто морально, я понимаю, у меня же там все застояло, у меня же все там, это вот, встал, надо вот так ногами, потому что просто отсидел, ну, ой, свело немножко здесь. Мне больше близка ваша позиция, потому что сейчас у меня там, я там тоже достаточно много работаю, всегда стараюсь выкроить время, чтобы там какую-то умеренную себе физическую нагрузку дать, и это даже не связано тем, что там я забочу о своем здоровье, потому что у меня внутренняя потребность, во-первых, в этом есть, я получаю действительно от этого вот удовольствие, так считать, что вырабатываются некоторые биологически активные вещества, которые дают чувство вот удовольства именно от физической нагрузки, это первый момент. Второй момент, чем мне нравится всегда физическая нагрузка, она способствует тому, что в нашем организме снижается уровень адреналина, гормона стресса, вот именно, понимаете, а стресс, это опять повышенное давление, это опять выброс сахара, то есть это действительно реально, в общем-то, положительно влияет на наш организм, занимаясь вот профилактикой вот этих элементов старения. И немножко чуть в сторону, но уже похвастаюсь, я помню, когда я еще училась вот в институте, для меня всегда экзамены были стрессом, да, и после сдачи экзаменов, это было в летнюю сессию, я приходила домой, садилась на велосипед, и два часа полосином острого каталась. И я успокаивалась, я приходила, да, я все сбрасывала. Елена, и глупый вопрос, есть ли лекарства от старения? Да, вопрос не глупый, потому что сейчас все-таки, так как увеличивается, наверное, во всех развитых странах увеличивается количество людей среднего возраста. Так. Вот, ну, пожилых людей, на самом деле, увеличается количество, и никуда там, да, это вот, я не знаю, смотрели, это легенды о Нараяме, я люблю очень этот фильм, да, какой? Легенда о Нараяме, это вот японский фильм, старый, да, он старый, где-то он 70 какого-то там года, вот, когда там было принято, 75 лет, если старик там, старух сам не умеряет, их на Нараяму относятся, там просто оставляют, у них это было принято, у них это было там более-менее нормально, и мы вынуждены с этим считаться, и сейчас пытаются, да, найти, вот, как я уже сказала, вроде как бы нет такого гена, который можно включить и выключить, но пытаются найти такую золотую таблетку, да, дадим эту таблетку, и наша продажа... Это интрига, это интрига, да, продолжение жизни нашей увеличится, а вот было, приведено научное, опять-таки, исследование, которое показали, что такой препарат, как метформин, который применяется для лечения, диабета второго типа, он вроде бы удлиняет продолжительность жизни, ну, мы шаг показано, да, ну, хорошее начало, хорошее начало, я с вами полностью согласна, крыс появилась, обуславливает это тем, что, в общем-то, активизируются окислительные процессы в клетке, они лучше окисляют жиры, и они дают такой же эффект, как низкокалорийная диета, но кто нам мешает, собственно говоря, ее придерживаться без всякого этого метформина, потому что любой препарат, он, собственно говоря, имеет еще и побочные эффекты, вот, и в 2009, по-моему, году, если я не ошибаюсь, была Нобелевская премия по биологии и медицине, выдана ученому, который выдвинул теломеральную теорию старения, да, это связано с тем, что на концах наших хромосом, которых у нас 46, я напоминаю, есть так называемые теломеры, это повторяющиеся последовательности нуклеотидов, и вот при каждом цикле клеточных делений, наши клетки постоянно делятся, вот эти вот теломеры укорачиваются, и считается, что если количество этих, ну, эти теломеры вообще заканчиваются, они полностью израсходятся, клетка перестает делиться, что она делает? Она гибнет, она перестает делиться, она не дает новое потомство, это вот процесс старения. Но в то же самое время в наших клетках есть так называемый фермент, который называет теломераза, который якобы может восстанавливать вот эти вот теломеры. А вот давайте-ка мы активизируем эту теломеразу, которая нам будет восстанавливать эти теломеры, и мы будем жить вечно. Вечно, да. Есть такой вроде бы препарат, он называется ТА-65, если я не ошибаюсь, который вроде бы меняет, влияет на работу этой там теломеразы. Вот. Но, честно говоря, вот это как научное исследование, это как вот эти вот теории, но я пока что вот, это сравнительно недавно все работает, может быть, у нас и будут, так сказать, долгожители, которые продлить свою жизнь при помощи таких препаратов, но пока что у нас слишком маленький объем наблюдений. А что вы думаете о криокамерах? Ну, криокамеры, да, тоже такой там интересный вопрос, потому что сейчас вот там большое количество коммерческих клиник нам предлагает разные виды омоложения и продления нашей жизни. Вот. Это попытка воздействовать на организм человека кратковременно очень низкими температурами, то есть там чуть ли не там минус 130-150 градусов. Это вот, по-моему, жидкий азот в сочетании с воздухом действует. вот, и, да, действительно, некоторые люди, которые прошли курс лечения этими криокамерами, говорят, да, мы омолодились, кожа стала упругая, волосы стали быстрее расти, и вообще, мы вообще выглядим совершенно замечательно. Но на самом деле каких-то доказанных, вот нет научных исследований, которые бы показали, что реально это вот увеличивает продолжительность жизни, либо существенно омоложает организм. Да, знаете, кожа, это поверхностная вот эти вот кожи, и такие, может быть, там кратковременные вот эти вот воздействия, они как-то это все стимулируют. Но нет никаких данных, что это стимулирует, я не знаю, работу там наших мышц, которые более глубоко лежат, либо там работу там сердечной мышцы, еще что-то, таких данных нет. Собственно говоря, это идет своего рода эффект закаливания, да, это тоже, в общем-то, хорошо, да, но кто мешает закаливаться другими способами. Я могу вам рассказать массу других способов закаливания. Нет, ну вот скажите, это действительно контрастная душа, кипяток или демяная? Ну, вы знаете, кипяток это чересчур обваритесь. Но вы знаете, я пора, что можно терпеть. Если у вас нет тяжелой гипертонической болезни, замечательно, вот реально замечательно. Я немножко по-другому, я просто, я вот это уже... Вот я немножко по-другому, по принципу, я не принимаю контрастную душу, но у меня на дочеслав богу есть баня, и мы там в бане потом я ухожу, там либо снегом обтиряюсь, либо вот ледяной водой. Снегом, прям как Волочкова. Снегом обтираетесь после бани. Ну, знаете, я на шпагат в бане не сажусь и, главное, фотографии не выкладываю. Это единственное, что у вас отличает. У меня не все в порядке с глазами, у меня отслоение сетчатки, поэтому мне не очень рекомендована парилка. Тогда вам нужно более-более мягкие вот эти вот колебания, то есть не ледяная вода и креветок. Нет, это мне сказали можно. Мне парилку говорят. Да, ну да, нельзя. Мне, слава богу, можно. Вы знаете, у меня действительно улучшается вот именно вот самочувствие, повышается настроение и действительно там внешний вид, внешний вид тоже вот улучшается. Скажите, отношения, там, семья и секс влияет на продолжительность жизни или там одинокие люди, они живут дольше, чем семейные люди. Вы знаете, вот опять это не скажешь одной фразы, да, потому что по статистике это, вы правили, вы правили. Вы знаете, ой, я прошу прощения за ответы, потому что забуду в силу возраста. Мужик приходит на работу, говорит, ну не могу, ну что, ну вот жена, ну достала, тварь, ну бля, и убить нельзя, сядешь, а вот другая, ты че, ты ее затрахай, как? Вот так вот, возьми вот такой, у тебя все нормально, вот так вот, возьми там, 20 дней, вот подряд все, блин, вот пока не, все это, и она вот через две недели сдохнет, вот сдохнет, хорошо, вот день на работе не появляется, два недели, друг идет к нему, звонит в дверь, вот, ой, как ты, здорово, корилка, Вася, ты как, что с тобой, че там, ничего, все, все в порядке, вдруг слышит, а, а, и третья цветательная, сучь поет, не знает, что ей неделю жизнь осталась, но все-таки есть разница, да, вот мне крайне, нет, есть разница, она висела, хулиган какой-то, как-то печально, если анекдот рассказывает, все испортил нам научную беседу, испортил, есть разница, вот для мужчин, и для женщин отношения в семье, да, да, абсолютно правильно, потому что, и Владимир сказал абсолютно правильно, потому что по статистике, одинокие мужчины живут меньше, чем те мужчины, которые состоят в браке, а для женщин, обратная зависимость, то есть те женщины, которые живут в браке, они живут меньше, тем же те женщины, которые там одиноки, мне кажется, вполне понятно, особенно в нашем обществе, где женщина, в основном, основная роль, как и обслуживающий персонал, первое, и во-вторых, О своих проблемах мы всегда думаем В самую последнюю очередь На первом месте дети На втором месте муж На третьем домашние животные И на четвертом месте я любимая Я любимая Так что это вполне естественно Женщине некогда идти до врача Некогда обследоваться И некогда полечиться Может я жена Вы все про меня сказали На первом месте у меня жена На втором дочка На третьем кошка На четвертом работа А потом уже я любимый А жена моя ничего Цветет и пахнет Ну это у вас меняются гендерные 30 лет живем Она из них 35,5 лет не работает Ух ты, как удачно Она занимается только домом Но в вашей семье поменялись гендерные роли Наверное И заплакал Челова не знает, что ей неделю жить осталось Друзья, спасибо большое За такую замечательную Веселую беседу Старение Стареть очень даже весело Это был подкаст Просто такая генетика Подписывайтесь на нас В подкаст-приложениях И в YouTube Оставляйте свои комментарии Под выпуском И пишите вопросы И пожелания по темам А еще В телеграм-канале Генотек Каждый день Публикуют Очень интересные посты О научных исследованиях генетики Подписывайтесь И там До встречи Генотек Просто такая генетика